Утешитель души истины, и живи здесь, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю. Игнатий Игнатий Игнатий, Господь наш и Бог, молим Тебя, благослови это все наши занятия по изучению слова Твоего Святого, для того, чтобы просветило оно наше сердце и перешло на наши руки в дела. Даруй, Господи, чтобы слова, которые говорили, что блаженны ноги благостующих мир, благостующих благое, относились бы и к нам, здесь предстоящим, и ко всем истинно верующим Господу нашему Иисусу Христу по Слову Его Святому, потому что Слово будет судить, как и сказал Господь в Евангелии от Иоанна, 12 глава. Поэтому благодарим Тебя, Господь, и жаждем слов Твоих, разъясненных нам, чтобы мы могли все это отпечатлеть в своем сердце. Помоги этому украинскому народу многомилостию, Господи, да и всем народам, познать до конца Слово Твое Святое в истине, через Духа Твое Святаго, а не от себя и не через лжепророков. Тебе слава за все, честь и поклонение Тебе, Цивый Святой Дух. Аминь. Там этих лжепророков хватило. А Юлия под специально выпустили. Кого Юлия? Юлия, Юлия. Тимошенко. Тимошенко под специально выпустили. Ну они должны были показать, какие-то будут. Нет, они это будут. Не, ну он тоже, он тоже перегнул, что палку-то, ясно. Это все, что мы не знаем. Там такая общественная жизнь. Я не хожу, да, вот ее теперь пустить впереди, конечно. Да. Сейчас она будет, ну, че и все. Пока же мне бумажку на вашу. Я не буду бумажку, я не буду бумажку. Если вы, как бы, я это все сделал, для того, чтобы дюймин. Да. Она их стаблится. Западная стаблится. Вот это западная стаблится. Она хотела. Так, читаем. Первое послание апостола Павла к Коринфянам. Восьмая глава. Четвертый стих. Итак, о употреблении в пищу и вложительном мы знаем, что идол в мире ничто. И что нет иного Бога, кроме единого. Единого с большой буквой написано. Толкование. Блаженный Ферфилакт. Опять обобщает знания, укращая их. Все, говорит, мы знаем, что идол ничто в мире. Все, говорит, все знаем, что идол ничто. Итак, уже ли нет идолов, уже ли нет извояний статуи? Есть, но они ничто, то есть не имеют никакой силы. Они не боги, но камни и бесы. И так как между эллинами были простецы и мудрецы, и простецы не видели в идолах ничего более, чем камней, а мудрецы думали, что в них обитают божественные силы, которые они называли богами, то простецам сказал, что идол ничто в мире, а мудрецам сказал, что нет иного бога, кроме единого. А посему не живут в идолах и силы божественные, потому что бог един, а не много богов. Вопрос к этому местописанию. Но оно как бы простое и в то же время сложное. Мы видим, что в то время, когда эллины пришли к вере, у них были свои вопросы, у евреев были свои, и вопросы были и о пище. Но они как бы на духовные потом переходили, но однозначно это вопрос о пище. Евреям было, что принимать по закону, как правильно это принимать, там омовение и так далее. А у эллинов свое было, у них были там идоложертвенные яства, были каменных, очень много всяких изваяний идолов. И они знали, что эти идолы или боги, которых люди почитали, они делали чудеса для них, эти идолы. Но потом оказывается, что они не идолы, а бесы, бесы там находились. Я так понимаю, если бы сейчас те знания житей святых, которые последствия обнаружились перед глазами всей вселенной и бесы себя проявили, может быть и не было бы вот таких, и такого послания апостола Павла, и такого вопроса не стояло бы. Но казалось бы, что проще было сказать, вы перестаньте думать так, мудрецы, что в богах там какие-то силы есть в каменных. А нет, оказывается, силы-то есть, но не в них, а рядом с ними. И бесы так все под... И где мы это видим? А мы видим, когда местописание нам говорит, когда Господь переправился в страну Генесаретскую и Гадаринскую, да, ну это там же. И вышли там, говорит, бесноватые из гробов. И этим, толкователь говорит, этим хотел опорочить места захоронений, то есть что вот умершие люди, призраками там какими-то являются страшными там. Потом на Луну, на Солнце, на... Все сатана хотела порочить. Ну а тут, как говорится, такое антисвятое место, куда люди сами приходят, уже и из вояния есть. И бесы находили там пристанище и говорили как бы от имени этих идолов или жрецам что-то они набивали, как это было, там через треножник, там входил дух в жрецу. Из-под низу это мы видим пифи эти. И не только там были боги такие, но были и змеи. Настоящие, огромные змеи, которым поклонялись. И деревья были. Это мы читаем, дерево Александр его звали. Там это тоже уже было близко к временам апостольским, когда его срубили. Толстое дерево, большое. И таких очень много было мест, где бесы действовали своей силой. Ну и мудрецы, простецы сразу приняли и сказали, да нет там ничего, камень и камень. А то, что там действуют, понятно, бесы. А мудрецы вот как мудровали. Откуда только они взялись, эти мудрецы, и как они к христианам относились. И правильно это было или неправильно. Но однако толкователь просто говорит, что все христиане, все братья. И почему-то тут разговор идет о знаниях. Кто эти, эти знают так, эти знают так. Но как-то он никого не укоряет апостол. Всех хочет примирить. Вот в этом, конечно, апостол Павел сегодняшних таких учителей превосходит. Не просто многократно, он является примером. Почему у нас этого нет? Почему патриарх не встал и не сказал? Вы понимаете, нас опять к идолам все отправляют. Зачем вы, Владимир Владимирович, нас это мирское всовываете, рыльям? Ну дайте мы спокойно будем молиться нашему Христу Господу. Наша брань не против плоти и крови. Что мы будем состязаться с кем-то, кто там, за какие секунды. Ну да, интересно посмотреть, кто выиграет, кто не выиграет. Но это же любопытство, оно ни к чему не ведет. Оно только отнимает время, страшную кучу времени. А толку никакого. Если бы еще хоть сказали, сейчас пробегут они кружок, а потом станет священник и им проповедь расскажет. И пускай дальше думают сами. Так и этого нету ничего. Нет, выходит патриарх вместе с ними, все скрутились в этот клубок и покатились к Олимпийским горам. Да не к Олимпийским горам надо катиться-то, а взывать ко Христу. Храмы им там строят, уже и в Сочи построили. Можно было обратить, сказать, Владимир Владимирович, видите, храм построили. Все теперь в храм. Все, отменяем Олимпиаду. А все приехали же, много людей. И давайте вместе помолимся Богу об Украине. Там как раз это началась заварушка. Помолимся о Кении, помолимся о Ирутрии, помолимся об этих пиратах, которые там задолбали уже всех, эти сомалийские, сколько там, уже говорят у них там в плену этих сотни людей и так далее. Но есть о чем заниматься-то. Нет, начинают, кто там прыгнет, кто не прыгнет. Кому от этого легче? Ну, получил он еще лишние миллионы. А болельщики, ну, с ума сходят от этого. Лишние силы и энергии людей непонятно во что. Ну, никак, все понятно. Вот это вот знание, оно, вот это вот знание, оно ни к чему не ведет. Именно надмевает такое. Игнатий Иванович, вы так задумались? Болеет, что? Болеет, что? Что болеет? Игнатий Иванович? Костой, конечно. Как вы думаете об этих мудрецах, Игнатий Иванович? Болеется, моля, точно. Продолжаю. Продолжаем. Или кто-то еще хочет? О мудрецах. Пятая и шестая стихия. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, это с маленькой буквы, но у нас один бог-отец, из которого все, и мы для него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы, им. Толкование. Блаженый Феофилак. «Поскольку сказал, что нет иного бога, между тем, как эллины говорили, что богов много, то дабы не почли его явно противоречащим, говорит, хотя и есть так называемые боги, то есть которых называют так, но которые поистине не суть боги, или на небе, как то солнце и луна, и прочие звезды, которые были боготворимы эллинами, или на земле, как то некоторые из людей, признанных им из-за богов, но у нас один бог-отец, из которого все. И этим указывает на то, что он творец, и мы для него, этим указывает на веру в него, и на усвоение ему, как бы так сказал, и мы обратились к нему, и привязались к нему, все приведено в бытие через сына, и мы также через него приведены в бытие и благополучие, то есть делались верующими и перешли от заблуждения к истине. Слыша слова один бог-отец и один господь Иисус Христос, не подумай, что имя бога присвоено исключительно отцу, а имя господа сыну, ибо безразлично, и сын называется богом, например, в словах от них Христос по плоти, сущий над всеми, бог, римлянам 9 глава 5 стих. Равно и отец называется господом, с большой буквы, конечно, например, в словах «сказал Господь Господу моему». Господь с большой буквы и Господу, тоже с большой буквы. Псалом 109, 1 стих. Но поскольку у апостола речь с эллинами, чтящими многих богов и многих господ, то он ни сына не назвал богом, чтобы они, привыкшие к многобожию, не подумали о двух богах. Ни отца не назвал господом, дабы и не подумали, что и у нас много господ. Господ, по этой же причине, то есть, щадя немощь слушателей, не упомянул здесь и о духе, подобно как пророки ясно не упомянули о сыне по немощи иудеев, дабы они не подумали о рождении страстном. Поэтому постоянно прибавляет один. Говорит контекст. Нет бога, кроме единого. И еще один бог и один господь. Итак, отца назвал единым богом для отличия от лжеименных богов, а не от сына. Равно и сына назвал единым господом для отличия от лжеименных господ. А не от отца. Дальше прочитаем? Ну, всем понятно здесь, да? Здесь надо запоминать и видеть, что Богом можно назвать Иисуса Христа. Ну и о воскресении также говорится. Говорится, Бог воскресил его, а потом говорит, воскрес. То есть, кажется, так воскрес или воскресил его Бог? Так он и есть Бог. Он воскрес, правильно? Поэтому, кажется, такое несуразица для некоторых, нелогизм такой по-человеческому размышлению. Он принимается нами как догма. Это таинство домостроения Божьего. Мы так принимаем все. Единый Бог Господь. По-человеческому. А здесь еще и не говорится о Святом Духе. Он говорит, ну, чтобы вообще, видать, их не запутать пока. Хотя, в общем-то, все устройство церкви обращается к ним, как уже крещенным Святым Духом. Поэтому, мне кажется, он так разъясняет, интересно, к эллинам. Ну, видать, к тем эллинам, которые были еще, наверное, в стадии оглашения. Но не крещенным же. Почему так говорится, не знаю. Не могу понять. Тут написано, эллины думали. Ну, и что, что они думали. Но, однако, он обращается в послание. И, может быть, как бы этим определяя границы проповеди этих братьев, которые в церкви, которым он слет это послание коринфским, как благовествовать. То есть, о чем с ними говорить, как. Как бы назидая одновременно и церковь, и в то же время назидают и тех, кто будет проповедовать. Да, да? Что? Я, как бы, не по теме, но к этому. Ну, хорошо. Вот почему, когда читают поэты стихи свои, вот как по Яковски, с таким надрывом, кажется, никому так и не прочитать. Я в Челуши там ничего в одном стихотворении нет. А уж столько у него превысь, при него патриотизма, там он кричит вознесенский, когда читает, так не знаешь, после этого, наверное, три дня от зуба чистит. Ну, я это заметил. У меня мысли были, почему они так читают. Я право даже вот в чему. Он автор. Я слышал, как Бродский читает, лауреаты, там, Пасторак свои стихи считает. Редко кто считает их так, как Яхонтов считает, мастер слова. Они что-то в этом хотят то ли увидеть, или как. Я даже слышал, Есенин, как считает стихи, в записи это все осталось. Я не могу сказать, какой образец. Но почему именно они так считают? Он никогда так не разговаривает. Он никакое произведение так не считает. А вот он буквально весь такой завернет, говорит. И я туда опять в стихотворение смотрю, ничего там этого нет. Зачем он это? Или недостающий, он старается голосом восполнить, или что-то надувает, создаёт тайну какую-то, или энергетику туда закачивает? А помните, Высоцкий там играл, и там Евсегнеев, вместо встречи изменить нельзя. Высоцкий считает, что там послушать есть. Нет, и он когда с тросточкой идёт, воришка там какой-то, а он его захватывал. И этот его спрашивает, Жеглов, напарник-то его, а говорит, зачем ему тросточка, или что, раненый, наверное. Он говорит, да нет, так, солидности добирается. В солидности добираются. Так вот, мы считаем Слово Божие. И считаем потом толкование. А потом толкование стараемся приближать к сегодняшним днем. Так у нас весь пафос попадает здесь. Считаем почти сонным голосом евангельское чтение. Маленечко вкладываем энергетики сюда, когда толкование. А весь остальной пафос наш входит туда, где мы начинаем тогда говорить. Ещё под ногами где-то у нас это охаянная патриархия толчётся. Мы её ногами, руками разбрасываем тогда. Вы маленько, ребята, попробуйте, по ролям поиграйте. Тогда один считает сущие, вот это называется сущие, то есть, которые из Библии. Другое, кто-то считает толкование. Временами приостанавливать, и может быть, что-то поменять местами. Я считаю, самый главный пафос, энергетика, не привязываться к этому слову, ну, экспрессивность, так скажем, вложить именно в Божье. А чтобы это сказать, вспомните в фильме «Еремия». Как он толкётся, пытается, он вернулся, Бог его избрал, он не хочет, Бог ему является, то видит девочки какой-то, то старец является и говорит, говорит, и вот ему уже приносить ягнёнка в жертву, а отец ему священник вкладывает нож в руки, он берёт, и ягнёнка голову отрезает, поднимает глаза, и тут девочка стоит, говорит ему, и он тогда нож положил, отец удивлённо на него смотрит, и он встаёт и начинает говорить, «Слушай, Израиль, Шма, Израиль, вы надеетесь на храм, храм Господень!» И дальше начинает говорить. Так, царский врат, так вот губы, это, видать, когда говорят, так это тоже очень обдуманно режиссёр показал, как он, так, нам кажется, сын твой не совсем в уме, потом он скажет, ты служи, а его, чтобы в Иерусалиме не было. Так вот, Иеремия вложил весь пафос, всю энергию, именно то, что он услышал от Бога. Я к тому, что когда мы считаем вот это вот, мы считаем это привычно, оно не наше. Мы верим, что это священное писание, но или бывает, мы это не пережили, или кого тут, они свои, или какая-то причина. Ну вот я просто так подумал, я не вмешиваюсь в вашу логику, но думаю так, что главная всё-таки сила, энергия, пафос, должны быть заложены в сущее. Слова Духа Святого. А в слова, которые даёт блаженый фефилак, можно более спокойно. А уж где своё, можно так через губу. Первая коринфа, 8 глава, 7 стих. Но не у всех такое знание. Некоторые до ныне с совестью, признающие идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощно, оскверняется. Толкование, блаженый фефилак. Не все, говорит, знают, что Бог един, а не много богов, или что идолы суть ничто. Сказал неопределённо, некоторые, и до ныне с совестью признают идолов, желая обнаружить их пред всеми. Ибо много было таких, которые перешли от идола служения к вере, но которые даже досели, то есть и после того, как уверовали, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, совестью, признающую идолов, говорит. То есть, имея об идолах такое же мнение, какое имели до обращения, почитая их за ничто, и боясь их как... За нечто. За нечто, да, за нечто, и боясь их как богущих нанести вред, посему не сказал, что идолы оскверняют, но что совесть их, едущих оскверняется, так как она слаба и не может понять, что идолы ничто, ибо они сами по себе не могут осквернять никого. Итак, пойми, что едущие, идоложертвенное, испытывают, подобно тому, как если бы кто-нибудь по обычаю иудейскому почитал прикосновение к мертвецу осквернением, но видя, что другие прикасаются к нему с чистой совестью и стыда пред ними прикоснулся бы и сам. Он не осквернился бы, но осквернился бы в совести, будучи осуждаем ею. У меня никакого пафоса нету здесь. Вообще. Пожалуйста. Еще к этому немножко как бы добавить, но уже расширяю это. У меня толкование не все было, которое я даю толкованию. Иногда есть такие места, а Гея, я бы, кажется, не считал, но я его растолковываю. И когда после попадает в меня очень редкое толкование, допустим, Григория Низского, его даже никто не знает почти, и спрашиваю, а как вы это знали? Основная структура. Когда известно, тогда проще. Почему говорится исследуйте Писание, а не просто считайте? Когда считаешь Писание, всегда нужно 4 вопроса задавать. 4. А вот здесь у тебя основное время уйдет на это. Когда 4 вопроса отвечены, тогда уже основное, заложенное здесь, в нужном направлении пойдет. Первое. Кто сказал? Кто? Просто ответить. Сказал верующий человек в духе цветов. Ну правильно. Ну конкретно. Павел. А вот кто он такой Павел? Вот если мы поставим такой вопрос, кто такой Павел, вот здесь придется его знать биографию, как он обратился. Понятно, что этот вопрос требует однажды осмысления, принятия, и это должно неизменно во мне быть. Сегодня я так, Павел, понимаю, завтра так, это не пойдет. У тебя толкование будет. Второе. Когда сказал? Откуда, я знаю, в четверг или в пятницу? Нет. Какая была эпоха? Какое время? Кто сказал? Когда сказал? И вот когда сказал, разберешь, и ты увидишь, военная была ситуация у пророка. Город был окружен. И поэтому он и говорил такие слова, которые позже он никогда не говорил. Вот. И теперь становится понятно. Так это что, разовое значение? Разовое. Оно на нас не распространяется. А Павлова? Павлов вот говорит, распространяется. Почему? А это не осадное положение было. Кто сказал? Когда сказал? Кому сказал? Ну, кому сказал? Да всем говорит. Правильно, всем. Избранным, неизбранным. А конкретно, конкретно написано Коринфянам. А что это значит? А вот теперь разбери, кто такие Коринфяны. Что это за город был? Какое географическое положение? Каким богам поклонялись? Как образовалась там община? Как апостол писал и говорит? Я слышу о домашних хлоинах. Я им доверяю. Это не просто наушники. У вас, одни говорят, я Павлов, другие я Полосов. Вот Павел не говорил, мне Дух Святой открыл. А именно я прислушаюсь, что товарищи говорят, пришедшие оттуда. Кому сказал? Сказал и Хлоиным, и Павловым, и Киповым. И он одним своим вот этим рощерком всех их поставил на место. Они все были неправы. А другие, а я Христов. Вот заходит, допустим, в коруме, регистрируется. Я христианка православная. Ну, вот заходят баптисты. Иногда баптисты говорят, я баптист. Дальше никто не говорит. Почти сто процентов. Ну, я христианин. Ну, христианин, да ты видишь, что не православный. А кто ты? Баптист нет. А зачем это нужно знать? Самое главное, я христианин. А у нас заходится не христианка, а христиана. Вот сейчас заходила на форум. Я сегодня предупредил, ты будешь безобразничать, я тебя уберу просто тут. А она до этого вроде с другими-то как-то, а ко мне похоже, как она взорвалась. Да это гнилой форум, увы, такой же. Я думаю, это было. Я предупредил, будешь безобразничать, я тебя просто удалю отсюда. Эта форум не для споров. Я ей даю данные Дух, Душа и Тела. Она задает, я ей беру, эта тема у нас была, ее Виктор Андреевич задавал. Я ее выставляю, она даже ее не вскрыла. Даже не посмотрела. Ей все время надо спорить. У них Духа Смирения. Я говорю, вам нужно на Исповь к священнику сходить, чтобы этот Дух отошел от вас. Вот лишь бы спорить, я ей взял пакет из блаженного Афипилакта и ответил, она ноль внимания. Зачем ей это нужно? И она в этом что находит? Она не поняла. Я говорю, боже мой Афипилакт, она же не поняла, что это не мои слова. А для нее Афипилакт или Игнатия и разницы никакой нету. Я ухожу отсюда. А вчера точно такой же был Вениамин, тоже бапсист назвался, и ушел. Я тоже ухожу. Я не нахожусь здесь. Его можно было с первого дня, но в любом форуме его бы замазали, забанили, даже Духа не было. А у нас уходят они по-хорошему. Я эту не запретил, и эту нет. Ну только щукнуть. Я каждый день под запрет ставлю примерно 50 заходят роботам. Каждый день. По 50. Я столько времени теряю. Мне надо убрать, что он поставил, его самого заблокировать, и чтобы система его выкинула. Чтобы одного только поставить, я должен 16 раз переменить, чтобы работал компьютер. 16 разных операций на одного. А их каждый день 50 с лишним даже. Я сразу убрал за 3 дня, где-то было у меня 1200. Наползло столько. А для чего, я не знаю. Они могут взорвать. Я так подумал, но оказалось верно. И вот он пишет, допустим, их легко убрать, узнать, кто они. Пишет, город Москва, государство Белоруссия, штат Южная Сахара. Если говорить так, страна Таиланд, город какой, Берск, а теперь как Южная Королевская Республика, Британская там, или Сейшельские острова, о которой правильно вот пишет, и видно, что робот, мне очень трудно определять его, я оставлю его на несколько минут. Похожу, похожу, думаю, отрублю башку все равно. Он сам себя имени свое даже не называет где-то. Отрублю башку. Я опять возвращаюсь к этому. Кто сказал, когда сказал, кому сказал, и с какой целью. Чем он добивался этим. Когда вот эти четыре вопросы, ты подробно найдешь ответ, иначе ты не бери Библию, ты ничего не понимаешь. Вот тогда тебе понятен смысл, направление. Теперь я вживаюсь в этот образ. Кому написано? Не Павлов. Кому написано это? Я сижу среди них воображением. Это у меня воображение. Я в Каринской церкви сижу на скамейке и первополучивший считает письмо от Павла получили. Приходите. И вот первый раз я слушаю. И я это толкование знаю, но я теперь, когда сажусь заново читать, я как будто первый раз слышу. Я заново начинаю. У меня новое, но на вину. Не на старое, не на сеянное. А человек бывает что-то маленько узнает, но на одно и то же долбит и долбит. Ну, ты знаешь, что ли? А Алин, муж, вот он не знал толкование одно. Пришел, а ты знаешь, что там толкование какое? Я говорю, ну да. А я знаю, в этом месте толкование четыре. И они все равнозначны. И надо бывает семь толкований. Вот если апокалипсис толковый, откровение, лицевая книга, это еще до Никоновска изданом, Андрея Кесаренко и Падокийского архиепископа. И написано трехтолковая апокалипсис. Это самый распространенный. Но бывает семитолковый. И он говорит, вот так-то написано. А мы понимаем так в церкви. А сжимню. То есть я же думаю. Пишет себе. Иные говорят так. Василий Великий понимает так. А в действительности может быть совсем не так. Семи толковое. Почему? Это откровение. Я когда первый раз узнал, что откровение, толкование есть, как я бросился конспектировать, перевожу. А когда кончил, я ничего там не нашел. Думаю, где толкование? Мне надо белый конь, что было видно, что это Корнилов на коне бьет коммунистов. А после красный конь, значит, Щипаев штурмует Урал. Ничего подобного. Белым конем, говорят, это лицемеры и все, которые хитростью в ползин церковь. Второе толкование это верующие, белое, омытые кровью Христа на белом коне. В одной и той же книге так это подтверждение находит, да, находит, ибо сам вид, Сатана принимает вид Ангела Света. А что заложено? Святые говорят, мы не знаем, что Иоанн имел в виду. Но согласно Библии может быть то и другое. Я посмотрел, какая широта. А тебе какое? А жемню. А что я мне? Я только мять могу. Аж жемню. По-славянски. И вот когда считаете это, и всегда в это дело входите. Когда тебе понятно предыдущее и другие пророки, то даже ты не считал этого идея толкования, тебе смысл уже общепонятен будет. Ты не будешь говорить, ой, мы это не проходили, нам это не задавали. Это не так. Вы помните, подводная лодка ща какая-то там 570 или что? Ю. Ю-571. Да. И когда он до этого рвался, хотел быть капитаном, а тут оказалось на разбитой лодке, он этого не ждал-то. И он, я не знаю, его старшина встретил под лестницей там уже в подводной лодке. сынок, ты капитан, капитан все знает. Ты скажешь, не знаю, паника началась, мы погибли. Ты все знаешь. И он вот так ободрил. И он стал говорить, мой отец тоже плавал на такой посудине на ржавой, но никогда виду не дал, что он не знает. И ты, если взялся и идти, ты должен знать. А если не знаешь, ты должен твердо и четко сказать, я не знаю. Но я постараюсь узнать. Я не нашел святых отцов это. Буду искать дальше, глубже. Надо дойти до первого века. Кто-то все равно толковал. Не знаешь, к отцу Геннадию Фасту обратись. Он работает с оригиналами. Ты должен быть смелый, сильный, уверенный, потому что ты идешь за Христом. Они так только вопрос задали. Один ко мне заходит Евсей, Евсей Вещевсеев. Еще тебя долго не было. Я тебе в прошлый раз ответил. Я думал, ты и лапки кверху. И фамилию мою обыграл. Да чего ради-то? Я на ногах стою плотно и ему объясняю. Ой, да это не Каньянская. Так что он не знает. Я понял, он не знает. Знание дается там, где есть смирение. Смирение, подавление своего я. Смиренно-мудрее. У сектантов нет правильного толкования, нет смирения. Они сразу, я никого не сужу. А на столе 300 томов лежит толкование фолиантов. Они вот так все спихнули. Он сел, а я никого не сужу. Ну скажи тогда, ты златоуста не судишь? Нет. А почему толкование отверг? А какое оно? Да оно как раз не то, что у тебя, другое. Но раз ты его не принимаешь, я тебе сейчас рассказываю, считаю, ты примешь его? Нет. Ну вот ты его судишь или нет? Не принимай его, ты не просто его отвергаешь, ты его судишь. И поэтому все до одного сектанты, они судят не человека, они судят Вселенскую Церковь. Как будто до них ничего на земле не было. Вот это надо перешагнуть через свое я. Даже если ты знаешь, и тогда скажи, я не знаю. Я вспоминаю, это у меня было так. Я достал книгу библейские мотивы. Пришли к одной бабушке, она старая-старая, и меня привел отец Наву в Грузии. И она показала репродукции Гюстава Дорре, черно-белые, конечно, цветных не было. И на каждое стихотворение из тех поэтов, на каждое творение мира идет. Гюго, об этом что сказал другой, Яханта, другое, что там сказал Мэй. И вот так все стихотворение. Я как гляну, попроси у нее отец Наву, но она не отдает никак. Ушли домой, я опять к нему. Тогда у меня отец Наву просто был. Я говорю, поедем к этой бабушке, уговорим ее, а сам включу магнитофон, как она будет. И вот пришли мы с ней разговариваем. Баба, мы скоро уезжаем, а у вас такая книга, и она в одном экземпляре, я больше нигде не встречал, а я книги видал. А нельзя ли как-то... Да нет, я никому не даю ее. Баба, вот Наум Израилевич, он меня знает. Баба, давай помолимся, чтобы Бог положил в сердце, что вы любите народ, и вот она молится. Видно, что это не православный. Господи, книга моя, она так жалко отдавать. Мы ведь сказали, что она для других людей. Ее многие будут знать, да с нее сфотографируют. Господи, смири меня, мне так жалко книгу давать. А то все молятся. А у меня магнитофон наворачивает пленку. Я потом создам мировую поэзию, впереди этот бабушкин голос. А она где-то есть, эта пленка, потому что я ее тиражировал. И когда она отдала, я теперь привез. Как начитывать? У меня выход на народ на свой, близкий. Был бы я знаком до самой Москвы-то. Я бы нашел. Но мне говорят, тут в театре драмы в Новосибирске есть такая старая актриса, но читает удивительно. Я уже там познакомился. Меня познакомили, здесь он будет, он как-то приходил сюда, общинников. Эдуард Дмитриевич. Помните? Кто помнит? А вот музыкальный какой-то здесь театр-то около, где этот был, Золотухин театр на площади. Его где-то там театр основал. Потом на Америку ехал так. И я с ним познакомился. Я прихожу к нему на дом. И вот он когда читает дочь Ефая, я поставил, и она на моем сайте стоит, на сайте, почитай. Я сколько раз слышал, столько раз слезы наворачивались на глаза. И он читает, у него голос такой, прокуренный. Ну, голос поставленный. И он рыдает. О, дочь моя там! Он говорит и содрогается в рыдании. И кто бы не слушал, все плачут. И я, значит, когда взял эту книгу, 230 страниц, я распределяю, мне нужно 230 чтецов. Я начинаю разбирать, кто это будет читать тот-то. А вот это, мне кажется, вот этот мог бы посчитать. А вот этот, вот этот, дебуного не было. Я бы ему тоже дал несколько стихотворений. Чтоб считал хорошо, считал с выражением. Мужчина, мужские роли, женские. А бывает иногда там даже на два. Вот, сказали, там еще есть. Я записал там пророк Пушкина, там считает, московский артист записал. Ну, пленка хорошая была. Мировая поэзия, кажется, называется. И она, мне кажется, почти стоит на нашем сайте. Надо посмотреть. Вот как подходить надо, взвешивать здесь, кто бы мог сказать, кто бы мог жить. Знаешь, я не могу войти в эту обстановку. Вот Павел говорит, там эти, собирает один Господь. Да мы все же верим. Кому говорил, они не верили, у них много богов было. Один Господь. Это не мусульмане сидели, это водяна Божия. Эти верили в разных богов. У вас такое бладодеяние, какого язычников не слышно. Да не язычники-то и есть, не слышно. Потому и не слышно, язычники-то в этом не каятся, грех скрытый. Что-то я не могу. Сижу, у меня такое смущение. Вот это вот лежат Новые Заветы, и мне кажется, подмоченные все издалека. А откуда кто принес их? Кто видел, как они появились? Это Андрей Головаевич привез. Андрей Головаевич. Почему они у него развязались? Он один был, он, видимо, их бросал, и там половина развязалась. И вот здесь мне дается, что они влажные были. Видите как? Они набухли. Почему? А волна, да. Игнатий Халинович, нынешнее лето, вот прошлое, которое, было очень влажное. И вот у меня произошло, и вот у меня произошло, может быть, даже и такие встретятся, вот когда будут. Вот смотри, видишь как? Вот это еще черное, это фотография. Это повышенной влажности. И потом, когда начинают высыхать. А вот смотри как. Ну, я знаю. Ну, разница есть? Да. Вот, видите? Это на улице. Как она и толще стала. А? Она потолще стала даже. Ну, вот. Ну, это другой том. Вот я издалека смотрю, но она бумагу ничего не попортила. Просто влажно. А когда она начинает подсыхать, ее начинает коробить. А? Когда подсыхать начинает, влажность, когда сохнет, ее начинает коробить. И она вот так. Ну, она ничего тут никак. Нет, она высохнет, она нормально. Она у нее на складе. Склад у нее сухой. Ее надо разложить. Нынче была повышенная власть. Значит, нужно туда перевезти. У меня вот такие же может попадуться. Как только по снегу уйдет. Там влажно топится же, не вышло. Ну, давайте, считайте. Я просто показал, как открывается дверь к толкованию. Это было лето. Нина, как только снег уйдет, мы оттуда постараемся перенести. Как именно понимать Писание? Ему надо относиться с той серьезностью, которую ты даже сам не знал. Как бы не исказить? Как бы передать той самой интонации? В прошлый раз, когда читали, людям понравилось. На интонацию говорили. Сын пришел, когда сполит. О блудном сыне. О блудном сыне. Была, когда собрание у нас было о блудном сыне, многим понравилось. И вот это, что сейчас читали, один Господь, вот это, если можно, ну-ка вслух, пересчитай еще лучше. Ну, пускай он перечитает. Просчитать, что ты именно с выражением прочитаешь, у меня даже полпроцента нет. Команду дать собакам ты бы дал с выражением. Первое послание к Олимпианам, восьмая глава, седьмой стих. Но не у всех такое знание. Некоторые доныне с совестью признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские. И совесть их, будучи немощно, оскверняется. Здорово. Кто хочет прочитать еще? Вот это выражение. Не только как написал, а как он, Павел, заложил туда. И ты это должен увидеть. Я вчера грешным делом не только посмотрел фильм еще раз, который я видел в круге первым с Олженицыным. Но пришел батюшка, я его по всем десяти сериям протащил. Ну, по определенным моментам, где там допрашивают Меркулов, и как они там это готовят. И как, самое главное, арестовывают этого Володина. Иннокентия. Такой, представь, военный там аташе, посольство, и вдруг он арестованный, и теперь как его раздевают, он сидит там голый, все сняли, пообредали пуговки, он согнулся, ничего нет, совершенно голый сидит. А играет его, знаешь кто, Певцов Дмитрий. Чудесный артист. Я бы даже другого не... Такой он спокойный сидит, и он не подозревает даже, что есть какая-то где-то грязь, он все на чистоту играет. Особенно в фильме «Снайпер». Вот, прочитай еще раз. Кто прочитать хочет? И вот понимаете, правильно прочитано очень много, значит. Да. А правильно прочитано, когда ты этим живешь. Да, когда знаешь. А может артист просчитать? Артист может просчитать, но внутренне он не сможет передать. Это другой уровень. Он просчитать может, он трон и даже сердца может, но у него обязательно, но вот я не говорю про вообще никого, тот именно вжился в роль. Ладно, считай. Проходите, я тогда задержу. Так нет, это давайте, вы задержитесь, мы с удовольствием послушаем-то. Вы нам теперь это место писания-то давайте разберем сейчас. Давай. Оно и действительно, ну как сложное, ну не сложное, ну тем более лучше. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью признающие идолов, едят идолы жертвенные, как жертвы идольские. И совесть их, будучи немощно, оскверняется. Удивительно, что вот в первом издании вот эти два стиха 1 Кориффе 8.7 1 Кориффе 8.7 повторяются. Да. То есть опечатка здесь. И вы знали об этом? Ну конечно нет. Потому что повторяются. Именно на этот стих попросили 3 раза повторять, а здесь не повторяются. Это не, значит найдены были, на этим работали. Удивительно. Это не наше. Это взято с интернета толкование было. 7 стих главное. Это электронная версия. Не 6, не 9 просили 2 раза повторить. И здесь он 2 раза повторяет. Библию издают, знаешь как проверяют? И мало того нашли, что ошибки запятые, так буква Л кверх ногами стоит в одном месте. В Библии? В Библии. Буква Л? М. М? М. Верх ногами? Кверх ногами. А как-то набор дадим. Вот этот псалтырь, который издают, я в нем, кажется, 7 нашел ошибок. Прям ошибки. И они просят написать, дать, что потом исправят. Я им написал, отправил, они поблагодарили, но следующее издание, а может оно раньше было опять такое же. Потому что оригинал надо менять и доплачивать. Вот эта Библия, которая патриархом Алексеем Первым была издана, я знал, какой там профессорский состав, до того они грамотные, грамматику, я нашел не только неправильно есть, а слово не то стоит. Но оно по смыслу подходит туда. А я его вызвал, как? Когда стали читать, он читает, я вижу, не то слово. Прямо здесь Соломона. Его выловили. Я не выловлю, у меня просто щелкало в голове, перфокарта не совпадает. Я говорю, ну-ка считай. Он считает. Я говорю, оно неправильно. Он открывает Библию, ну смотри, правильно, все, проверено, там цензура по благословению, а это неправильно. Давай искать более ранние знания и глядим совершенно то слово, которое я говорю. А сейчас которое выходит, именно то слово, которое я говорю, оно уже везде напечатано. Это не тот уровень, чтобы искать. Там они не могли найти. Я даже сейчас посмотрел, мог найти даже где. Вот эти вот слова, 8 Коринфян, 7 глава, на сегодняшний день кому могут подойти, чтобы мы это могли воочию посмотреть и чтобы нам было понятно. Какому составу людей? Это тоже вопрос. Конечно вопрос. Так это самое главное. Так это самое главное. Давай. Должи ли на глядность. У меня ответ даже есть. Но не у всех такое знание. Некоторые до ныне с совестью признающие идолов, едят идола жертвенное, как жертвы идольские. Вот она, кришнаиты в первую очередь. И совесть их, будучи немощно, оскверняется. Вот так. Далее, это относится и к посту. Одно дело человек не знает, там воприс, другое дело православный. Докончил признает, что ему говорят сектант, это как идол какой-то. Ну да, или там Осипов, сейчас за Осипова берутся. Всю жизнь человек жил беззаконно, без покаяния заканчивают жизнь, но у Осипова я нашел ответ. Почему? Постов не надо, то есть все можно, бритый, и как? Я говорю, а я-то человек, который это говорит, знаю его. Знаю. И поэтому я только могу молчать, скольбеть. Нашел ты себе учителя. Святые говорят, ты найди такого наставника, строже которого нет во всей вселенной. Суворов это знал. Тяжело в учении, легко в бою. А можно еще углубить вопрос? Вот мы в городе стоим на благовестии, идут процессии хришнаитов, раздают всем свои вот эти шарики. все идут по улице, они прям такое, блюдо у них, девчонки бегают, раздают. И ко мне тоже подбегают, и мне тоже этот шарик дают. Но я не стал этот шарик брать. К примеру, теперь, если я взял этот шарик, ну и заглотил его, к примеру. Теперь, какое, что у меня будет, может быть, то есть А, Б, В, там разные, что я дальше должен почувствовать? Вот это вот совесть там, или наоборот я заглотил как мощное, просто оно у меня растворилось, пошло в белки. Илла Жертва, Протопопа, вакуум, строжайший исполнитель предписаний, которое дает православная церковь, древо православная, он знает, что удавленную, звероядину есть нельзя. Но когда вернулся, и когда Пашков вел 470 своих только воинов заморил голодом, то как он обращался с пленом? И он говорит, аз благогрешный приложился к звероядине. Волки ели, а там кости остались, эти кости дробил, это звероядина, зверя, и ел. Приехал, тут молитва уже на очищение, где есть. И не надо этого скрывать, это осквернение. Так, а я его считаю, что извиняюсь, что давал, что ты считаешь-то. Не надо. Это соблазн даже первый. Потом тебе голод не поднижет. Другое дело, ты умирал с голоду. Тогда взял, съел и перекрестил его, да и все, чтобы не умирать же с голоду. А не просто так. У меня один знакомый, очень хороший брат, брат, и он зашел к ним, и они ему на блюде поднесли яблоки эти обкуренные. И он это яблоко взял, взял и съел. А дальше уже все остальное. оно у него еще упало, он там на карачках плазил. Упало еще, да. О, все знает. Все знает. Да, бывает. Ну, то есть, вот сегодняшний день это именно вот те, кто приносит жертвы, да, и те, кто, ну, есть верующие, которые к этим жертвам какое-то отношение имеют. То есть, или не принимают, или принимают, да? Не только к жертвам, которые проговорили, тут все понятно. Да. Не надо. Ну, а те, которые заидалом сегодня там памятник Ленину и другое, признаешь, ты не признаешь. Если бы тебя погнали просто, да сотворил молитву, ушел, мне ничего не пристанет. Я вот в мавзолее Ленина никогда не был. Я не знаю, почему мне до того отвратно было, даже там рядом быть. Я понимал, что это не тело. Это селитровая пакость. Ее каждый месяц, неделю там вымачивает, сколько переодевает. Он костюмов за это время переодел. Город можно было переодеть уже. И целая группа работает над этим. И недавно, а все это про Ленина, вы, как его в ванне вымачивают, и написано слабохарактерным, не смотреть. Как они его разворачивают, как в ванне топят его сверху материя. Все в интернете есть. Работают. Я выставил материал про Котовского. Бандит. Бандит был, разбойник, убивал людей и примутнул советской власти. Прославили орден, и так далее. И умер, когда указание было сделать забальзамировать его. Не забальзамировали, но при отступлении столь стремительно наступали немцы, что они не до покойников были. Они его нашли, вместе со всеми, в ров забросили, закопали. Ведь пришли, эту падаль раскопали. Конечно, уже подпорщенная физиономия это была, но они теперь сделали там рядом. Зайди на форум. Памятник какой-то или что-то. Это на форуме прямо не стоит. «Щудовище революции» называется. На материалы громадные просто стояли. Это вот на ваш вопрос. Оказывается, этот вопрос у нас для православных очень важный вопрос. И вопрос, который на сегодня не находит еще пока какой-то тормоза или какого-то препятствия, что ли. Люди едут за границу, едут в такие страны, где очень развито вот это вот идолопоклонение. Таиланд. Да, Таиланд, Шри-Ланки, в общем, туда едут, оттуда везут в виде всяких сувениров. И это протеерей рассказывает Московской Патриархии. Хороший он рассказывает людям. И говорит, есть даже такие примеры, когда вот одна женщина рассказывает, очень близкий, сын, по-моему, что ли, ее рассказывает, что мать приехала из-за границы, куда она ездила и где принесла и дала жертвенное поклонение, жертву дала. Откуда-то что-то ей дали перенести вот туда и переложить. Это оказалась жертва. И она, не зная этого, она взяла там и перенесла туда на жертвенник, положила. У нее был такой восторг. Она приехала домой, даже оттуда приехала. У нее такой был подъем энергии, там у нее радость такая была, такой всплеск буквально. Но вот это короткое время-то прошло, и она слегла. И за полгода женщина свернулась и умерла от рака. И точно такой же один в один следующий пример тоже родной точно так же рассказывает. Вот что такое. Вроде как она и не знала, что она делает, но она совершила поклонение. Принесла. И говорит, и у нас приходят, его просят прийти в квартиру сделать освещение. Он говорит, я зашел. Вроде как все, как положено все, но вот смотрю, что не могу я осветить эту квартиру. Почему? присмотрелся. А столько много предметов и на холодильнике наклеено, и там где-то что-то еще стоит, какие-то вот эти вот столько идолов. Он говорит, я не могу вашу квартиру осветить, пока вы вот не очистите ее от идолов. И что это такое, он объясняет. Это же вот форточка открытая в небо для вот этих злых духов, которые... Это открытый просто вот через вот этот небольшой, может, сувенирчик, предмет. Это открытая форточка. Вот так. Присутствие разрешается. Так, вот тут опять мы начинаем уходить куда-то. Делать все тут сувениры сувенирами. Здесь идет разговор о пище у нас, когда принимают внутрь себя пищу. И пища тоже самая. А пища тем более... И теперь дальше. Люди, которые это принимают, они находятся рядом с людьми, которые сильнее их по духу. Они не принимают это, и у них совесть, совесть их уже обличает, что они этих братьев остановить не могут. Вот почему он пишет-то здесь. То есть есть два направления. Вот эти простецы, мудрецы, и это же об этом говорится. То есть а здесь то, что вы говорите, люди совершенно неверующие едут в страны чистые и доложертвенные. Там нету никакого обращения ко Христу. Естественно, что они в эту ситуацию попадают. Они что здесь ходили, приносили жертву Богу, свечку ставили, просто покупали. Что там пришли и положили. Для них это одно и то же. То есть тут вообще ни о какой вере не говорится. Апостол Павел распишет Коринфянам послание, то у них уже было проповедано как должное Евангелие. Может быть со слезами. Может быть. Но. А эта женщина, которая пишет, она, естественно, ей никто со слезами не проповедовал. Ей даже, как Игнат Тихонович говорит, со пломбом никто не проповедовал. Ни разу. И когда начинаешь с ними вот так говорить, они, а вы что такие агрессивные? Вы как, говорите, как эти, как сектанты. Но это кто знает. Сектанты, они когда проповедуют, они такие импульсивные. Ну то есть они это не принимают. Только начинается, как эта живость в разговоре, когда ты сонный стоишь через губу. Что, что? Там вокруг тебя будет елой ходить. Что ты нам сказал? Что ты там обронил через эту губу? Там через щелку к старцам будут заглядывать. А что ты им с жаром там говоришь? С огнем. Никого. Это только отталкивает. Ну и что дальше? Что о них там говорить? Восьмой стих. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем. Не едим ли мы, ничего не теряем. Толкование, блаженный Феофилак. Дабы не сказал кто-нибудь, я ем с чистой совестью, и что мне за дело, если кто по своей немощи соблазняется? Объясняет, что и самоедение идоложертвенного, хотя бы с решительным презрением к идолам, не имеет никакого значения. Ибо хотя бы брат твой и не соблазнялся, то и в таком случае ты не сделал бы ничего похвального и богоугодного, потому что пища не приближает нас к Богу. То есть не в случае едения мы не имеем никакого превосходства пред другими и не совершаем дело особенно угодного Богу, не в случае ни едения не терпим потери и унижения. Девято стих. Берегите... Налчил. Хотел где-нибудь читать. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Этим устрашает их, говорит блаженный Феофилакт. И не сказал это знание ваше, но это свобода, то есть самовольство и гордость, да не послужат соблазном для слабых. Более виновными делает их то, что они не щадят слабых, которым должно было бы помогать. Но вот это он говорит как раз об этих мудрецах. думали, что в них обитают божественные силы, которые они называли богами. Десятый стих. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его, есть идоложертвенное. Толкование блаженного Феофилакта. То есть, если кто-нибудь слабый увидит тебя, как ты называешь себя совершенного, едящим идоложертвенное, то не найдет ли он большего повода к тому, чтобы самому есть идоложертвенное. И не более ли еще утвердиться, это значит расположить в мнении, что идол есть ничто. Ибо не знает ничто. Ничто. Идол есть ничто, а не ничто. Это совершенно разные понятия. Ничто это значит ничто, а нечто это уже что о чем задуматься. Ибо не знает твоей мысли, с какой ты это делаешь. Что идол есть ничто. Ничто. Вопрос. Он спрашивает, что ничто и кое-что из себя представляет, а даже нет ничто. Нет, он говорит ничто, а здесь написано нечто. Ну после нечто мне хватит вкладывать. Мне хватит в густата вкладывать. Вот смотри, я тебе читаю, есть ничто. Ну вот ты читай, как ты прочитаешь? У тебя ничто, у меня ничто. По смыслу то ничто? Подожди. Это место читайте. Это место разные. То есть 80. Даша, вот это такое у тебя идет? Разные. Ибо еще тут ибо не знает твои мысли. Но тут ничто, а тут ничто. Тут вопрос, а там есть вопрос? Есть. Да. Сейчас. То есть вопросы там и там. Если кто-нибудь слабый увидит тебя, как ты называешь себя, совершенно смысл меняется. Совершенно смысл меняется. Ничто это что-то такое особенное. А ничто это вопроса не было, меняется. Что ты такой говорливый, нетерпеливый такой сказал бы у меня по-другому. Ты ответить должен сам то и другое верно. Я с ним согласен. То есть если кто-нибудь слабый увидит тебя, как ты называешь себя, совершит. Читайте. Я уже мучился. Давайте толкование почитайте. Одиннадцатым или десятым прости. Десятым. То есть если кто-нибудь слабый увидит тебя, как ты называешь себя, совершенно едящим идоложертвенное, то не найдет ли он большего повода к тому, чтобы и самому есть идоложертвенное и не более ли еще утвердиться, это значит в скобочках расположить в мнении, что идол есть ничто, ибо не зная твоей мысли, с какой ты это делаешь, он без сомнения почтет твой поступок увещанием. Ну-ка, а там у тебя как написано? Тут ничто. Вот у Игоря вот у этого ничто, а вот там дай я у тебя там прочитаю. Вы не считайте с выражением, тут вопрос стоит. Вот у Игоря ничто. Ты отвечать можешь в этом случае где написано нечто, ты отвечаешь нечто, а тот говорит считай, а ты ответишь нечто. Вопросы тебя загоняют в другую сторону. Ну что вот так как будто... Сам по себе вопрос, для чего он постоит-то? Вопрос-то он... Считай, Сережа, с вопросом. Нечто. Внимательно, слушайте. Вопрос нечто. Давайте еще раз стих писания и толкования, чтобы понятно. Я говорю, ты только посчитаешь вопросом одно предложение, это опять свое. Ну трудно ли почитать? Последнее предложение. Оно из 7 строчек кто-нибудь слабый увидит тебя, как ты называешь себя совершенного, едящим идоложертвенное, то не назовет ли он большего... Не найдет. То не найдет ли он большего повода к тому, чтобы и самому есть идоложертвенного? И не более ли еще утвердиться, это значит расположить в мнении, что идол есть нечто? Ну да. Но... Правильно я прочитал? Правильно. А теперь не расположить ли в мнении, что идол есть ничто? Вот мнение от тебя зависит. Вот так. Совершенно разные вещи. То есть не расположить тебя в мнении слабый, что идол есть ничто. Так он и так знает, что он... Идол не ничто. Это опасно. Он думает, что он нечто. Что-то представляет. Что-то представляет. А если мы прочитаем ничто, то смысл этого предложения теряется. Я вот и что. Ничто. Все понятно. То есть надо... Здесь опечатать. Ибо не знает твоей мысли, с какой ты это делаешь. Он без сомнения почтет твой поступок увещанием. То есть можно? То есть слабый брат, увидя, что сильный... Вот допустим, давайте вообразим. Мы стоим на крещении и раздаем Евангелие. И Московская Патриархия идет, значит, этот ход парад. И тут откуда ни возьмись кришнаиты и раздают колотки мяса идола жертвенного. Но мы такие сильные, мы такие, знаете, знания у нас распирает, мы надмиваемся такие. Сейчас мы этим московским Патриархием покажем, что идол есть ничто. И начинаем эти шарики у нас есть, а они немощные. Помнишь, мы как у храма это продавали бабушкам визитки, а выходит на стоят и говорит, ну что у нас бабушки и так немощные, вы еще со своей проповедью. Но там другая история. И здесь они соблазнятся, потому что они не имеют такого знания. Они думают, что идол это что-то такое, потому что у них в холодильнике обвешаны этими масками, с Таиланда они набрали, они и свечки ставят, и идолам жертвы приносят. И они думают, о, эти лапкинцы то едят, значит мы правильно с Таиланда навезли-то эти, значит что-то в них есть, значит это нечто. Правильно я рассуждаю? А брать не надо вообще их. Вот, а теперь, чтобы они не соблазнились, мы должны просто не брать, мы знаем, что это ничто, ну и не берем, потому что нам пользы никакой от этого не будет, что мы наелись этого и доложим. Так у нас и так не хватает примеров очень мало, да тут еще это ничто и ничто, а что тут переменили-то тогда ничто, нечто? Наоборот, опечатка. Нет. Ну по смыслу-то сам. Ну а там-то кто менял-то? Там-то все стояло нормально, а в новом варианте взяли. Ну извини, брат, у меня просто некого тут извинять. Один из стих. Там разное все, в одно много. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. Толкование. Таким образом, совершенство твое будет причиной погибели другого, и притом слабого, и такого, за которого Христос умер. Если же Христос не отказался и умереть за него, как же тебе не воздерживаться от яс, чтобы он не соблазнился твоею пищею, говорит Златоуст. То есть тут толкование два. Так, а вот тут написано «И от знания твоего погибнет немощный брат твой». До полторого? Да, да, до полторого. До полторого. Погибнет немощный брат твой. Уже час просидели. Ну да, нечто, да, все-таки здесь нечто, да? Нечто. Да, нечто. Нечто это как раз и способствует тому, что брат молодец и пускай это будет ничто, да? А еще апостол жертвеного написано, что не есть едовожертвенного. Не есть. А зачем брать тогда? Не надо, ну если в Евангелии написано «не есть едовожертвенного». Тем более не брать. Да. Меня другое удивляет. Почему у них там не было каких-то ну до такой степени искренних-то христиан, которые не могли останавливать их, братьев-то этих? Раз их видели, о них уж апостол Павел пишет. Понятно, что опять через Хлоиных это все пришло к нему. Ну мог-то кто-то выйти и сказать «А че едовожертвенная? Вы посмотрите, что в Ветхом Завете написано». Или у них Ветхого Завета не было, скорее всего, тогда еще. То есть какие-то тут нюансы же есть, я понимаю. История какая-то была. Да, что они спокойно ходят там теперь. Ну там говорится в толковании, что были у них знакомые, и они их к себе звали, и они заходили, чтобы можно было, и причем сильные шли с таким намерением, чтобы там проповедовать, и чтобы не отталкивать их. То есть разговоры были такие. И спокойно вкушали, а немощные проходили мимо, смотрели на такое и думали «Ого, как это, брат, что это? И мне тогда можно?» Ну и тех совесть обличало. Ну вот такое. было. Ну, чересчур сильные значит они были. Отмивались. Знания вот эти. Ну да, эти знания. Какие-то знания. Какие-то знания. Какие-то знания. Знания о том, что идол есть ничто. А до этого, что у них знаний таких не было, что ли? У кого у них? У новоявленных христиан. Нет, но по этим нам встречаться не придется, считайте дальше. Да. Сегодня нигде этого нету и ни одному я еще не встречал, кто бы знал это приносить жертву и есть. Этого нету. Это было тогда. Кто поедет сейчас к язычникам в Африку или где-то, там может встретиться. Но из нас никто явно не поедет туда. Мы просто теоретически знаем и на практике нам никогда это не встретить. И сейчас нигде нету. Даже он язычник, живет без божьего, никакие жертвы он не приносит. Это одна жертва, что он себя принес в жертву сатане. Да, это вот правильнее всего. Поэтому эти подробности, они вообще это место, даже если бы было вообще без толкования, ничего. Нет у нас этого, и все. Мне это никак меня не касается. Ну, когда был блаженный ферлак, то это касалось. Еще русские там жертву приносили перуну. Поэтому тогда это было актуально. Мне ни один еще из наших знакомых не встретился, которому бы это встретилось и пришлось употребить вот это местописание. Вообще ни с кем не было. Вот брат говорит, мне предлагали тоже кришнаиты это идол. Не, ну это ладно, это все. Предлагали это другое. Там был идол, стоял идол. И перед этим он приносил жертву. Это не совсем то. не совсем. Это примерно так и говорил. Это примерно. Там нету идолов у них, как таковых. Вот вы говорите, вот сейчас можно мне? Мы-то понимаем, что... Да, да, конечно. Вот. Такая ситуация у меня была. У меня такая ситуация была, но когда я была неверующая. я поехала на ревизию в Омск. И главный бухгалтер там такой, потом говорит, приходи ко мне в гости. Я пришла, она ставит торт какой-то такой, весь из кураги, из сухофруков какой-то такой. И мы едим. Я говорю, ну ничего, что такое вкусное. Она говорит, ты знаешь, у нас в магазине продают это кришнаиты. Они приносят, все это делают, приносят в жертву. Оно стоит ночь, утром отдают в магазин и продают на расхват. На расхват, представляете? Я вижу на тебя, а ты не реагируешь. А мне даже тогда, я даже тогда еще не верующая была, я говорю, так, они приносят идолам, а вы потом в магазине в очереди покупаете их. Она говорит, а что здесь такого? Я говорю, ну дай-ка идолу принесли, но не вам. А если идолу принесли, значит, они вас этим травят, значит, вы жертвой будете для идола этого, если вы съедите. Она говорит, ну наворочила ты. Понимаете? А я читала, занималась смерть после смерти, там все такое, вот у меня были такие какие-то. И я поняла, я вот с этим Степан, я думал, вы сейчас расскажете, что были где-то там у язычников, там перун и так далее. Ладно, все. А они что, не язычники? 12 стих, они не язычники. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. Толкование блаженного фехолакта. Не сказал соблазняя, но уязвляя, дабы показать жестокость их, то есть эти братья, которые мощные, сильные, они уязвляют немощных братьев, дабы показать жестокость их, когда они уязвляют в слабую совесть. И слабую совесть. На самом же, на самый же верх преступления возвел этот грех, когда сказал, согрешаете против Христа. В таком же смысле этот грех совершается против Христа. Не в одном, а именно Христос усвояет делаемое рабам его себе. Уязвляемые суть его тела и члена, они разрушают то, что он, то есть Господь совершил через собственное заклание, то есть спасение. И последний тринадцатый стих. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Вот нам крутили они. Блаженый Феофилак, как отличный учитель, собственным примером доказывает то, о чем говорит. И не сказал, если соблазняет, справедливо. Но, как бы то ни было, не сказал так же, не буду есть, и доложит его, но вообще, мясо, хотя бы оно было дозволено. Прощай, мясо. Не сказал опять, в один или два дня, но, во всю жизнь свою. Ибо это значит, вовек. Слушайте, это место писания нам к Масленице, оказывается. Не сказал, наконец, чтобы не погубить, но только, чтобы не соблазнить. Не соблазнить. Ну, то есть, как бы тут брат и не будет погублен до конца, но соблазн будет, от которого потом может произойти падение. Вот, самое главное, вот это. Ну, тут можно применить, да, и на сегодняшний день. Соблазн братьев. А слово соблазн, понимаете, какое отношение оно имеет к этому? Почему перевозчик ставил слово соблазн? Именно, да, именно слово соблазн. Слово соблазн, я думаю. А не погубление? Не погублю. Да, не погубит брата, а не соблазнит. Вот говорят, путь прямой, идите узким путем, да, или по стопам Христа. А это тот путь, который у тебя уводится, вот, от Христа, понимаете? Это соблазн нас вводит, искушая нас этим, и мы уже идем не в ту сторону. Сбиваемся с пути. Я не могу сказать, что вы неправильно сказали. Это соблазн. Нет? Соблазн. Соблазн. Это побуждение к подражанию. Это поселение сомнения в правильности тобой пути. Вот сидит он и ест. А они все христиане, просто верующие, но не углубляются в слово Божие. Они увидели, и у него сразу сомнение. Соблазн слово сомнение равнозначное. И он смотрит на него, надо же так, а я думал, есть нельзя. Оказывается, можно. Растегивается, садится, давайте мне сюда. Вот и все. То есть, избранный путь, который был, не прикасаясь к нечистым, восквернишься. Он его поставил под сомнение. А вот теперь, что он делает, теперь переменил, тот его улег. Ну, ты просто думаешь, что-то постелить все там надо. Экономия все решает сегодня. Именно вот так. Вот этот соблазн сегодня на каждом шагу попы вводит. Постоянно. Вот представь себе, газета городская, я сейчас не знаю, Вещерний, кажется, Новоалтайск. Вот, называется. И там статья погиблого. Отец Михаил, он был там благощин, он сейчас уехал. Батюшка, у нас вопрос. Он, кажется, даже не в этой газете была, лампада издают они. Вот, бывает, пост идет, а нас пригласили, а мы пошли, а подают мясо. Так можно или нет? У него все выверщено, у попа. Во-первых, пост идет, рождественский пост. А Новый-то год раньше был. И он пошел, это уже на соблазн, на сомнение, на расслабление. Дальше он говорит, ну если дадут тебе мясо, ты и виду не подай, ты его съешь, чтобы не подать соблазн. А пупеть надо, поп. А кому соблазн? Совершенно. Соблазн подаешь ты, который ешь, а я не ем. Я соблазн не еденем, никак не могу подать. Я просто не ел, и все. И он это объясняет, и газета печатает. Соблазн, это означает увлечение, естественного пути на этот кривой. А тот пошел теперь, ест и признает его, заидоловал, это настоящее существо, которому можно молиться. Вот дальше идет, уже его, прошает его. И погиб тот, за которого умер Христос. И ты вот за это ответишь. Самое главное, что драгоценный сосуд Божий превратился в мерзость. Ты, говорит, был как благоуханный сад, а когда пошел туда, гнилое болото. Да. Сегодня священники подают ужасный соблазн. Притом везде. Везде. Вот у меня, я работаю на форуме, и вот говорят, ну а что такое сергианство? Сергианство, это предательство. Это не митрополит Сергий заложил, это много раньше. Но тут открыто, ваши радости, наши радости. Но не пошли, идите там, Сталин хороший, с любой стороны хлопайте и лежите. Но они стали выслеживать всех, кто не с ними, молится. Спасение только в патриархии. То есть это ложь спрашивая. Тех, которые страдают, которые, всех, наверное, проклясть было, а если не проклясть, то признать врагами народа. Вот самая-то беда. Вот сейчас я работаю на форуме, но я в контакт не выхожу. Мне создали страничку в контакте, я зашел, два раза сунулся, я не могу в нем работать. Там кривая дорожка на одного человека. Но оказывается, когда их много, друг друга знают, они как-то перекидываются. Очень хвалили мне это живой журнал. Это не то, что вот это скверно Майл.ру. Мне создали его. И на этой страничке Юля работает. Она заполняет, все. Ну заполняет, и дальше опять ни одного ответа нет никакого. Это не форум. А мне нахваливали. Сейчас говорят Фейсбук. Ой, умный человек создал. Он миллионером стал. Ну он миллионером стал, я это понимаю. Я стал, мне создали. Я зашел раз, другой. Ну куда вы меня затащили? Где-то везти надо шесть кривых цифр, а он нет. Он выбрасывает, допустим, мне надо зайти. Ну утром-то я по-новому регистрируюсь. Он выставляет пять-шесть фигур, и признайте, кто у вас в друзьях. Да кого я их на память-то знаю? Да где это видано было? Я всего один день там нахожусь, я смотрю шестеро, может не один, а может все, я не могу ничего. Он меня запросто выбрасывает. Я криком кричу, ну ты мне цифр дай, как везде, это водоклассниках, никаких. Опять, я понял, что я говорю? Я говорю, избавьте меня от этого. Фейсбук. Для чего он взял? А у него зато не подделаешь ничего, там подделать нечего. Это мертвое. С одним там договорились, переписываются, я понимаю МЭВРУ раньше года, полтора назад. У меня друзей 8900, 8900. Я сейчас материал заготовил, ткнул, 8900 получили от меня. Вот это я понимаю работа. Работа. Но они там все это убрали, может только фотографии. Я научился сейчас фотографии как делать. Я их пишу крупно, потом фотоаппаратом снимаю, превращаю в фотографию и потом рассылаю. А мне говорят, не надо, там вверху какой-то скрипт стоит, на него нажать надо вот эту, и вот так обвести большим зеркалом. И она делается фотокарточкой. Я сделал и правда. Последний раз стихотворение Лермонтова послал, вам понравилось. Пророк. Пушкин и Пророк Лермонтова. Второй. Что сейчас выходит в МЭЙЛ.РУ опять можно на 8900 посылать? На 8900 опять можно посылать в МЭЙЛ.РУ в виде фотографии? Фотография. Но она текст превращает в фотографию? Да. Одним щелчком? Да. Которые сделать вот эти параметры? Они не знали, это они готовили на фотографии. Но я тоже думал, ну как поместить-то? Я писал, потом делал жирным, потом фотографировал, выйду на улицу при солнечном свете и выбираю и посылаю, но плохо читается. А пришел ко мне программист домой и говорит, так это проще делать. Там здесь вверху, там справа, тот ряд, который у меня черный, у меня все клавиши блестят. А тот ряд верхний черный, я туда не лажу, он мне не нужен-то. А ты вот на эту нажми. И правда выскочил из зеркала, обведи текст какой надо, хоть большой. Это он сразу превращается в фотографию. И тогда он уже, который я рассылаю, так он рассылается вот таким, можно считать-то. Я этого не знал. Не знал. А теперь я знаю. И сколько максимум можно знаков? А? Сколько максимум знаков? Я не знаю, сколько. Ну, если она всю страницу будет занимать, видимо, там как-то она скидывает, дальше спойлер сделает или еще что-то. Ну вот я тебе показываю. Какую клавишу посмотрите? Я не знал этого. Я стонал буквально. У меня друзья убывают, убывают, 6200 осталось всего. Нам не нужны, не стонать нельзя, ну и кому надо придет. А сейчас ближу, надо набирать опять. У меня 6200, друзья, для того, чтобы дать знать. Вот сейчас Сергеем Болящим, он сделал такое объявление, что у нас поездка по Евросоюзу и там нужно какие-то там деньги собрать. Ну, один 200 рублей дал, один 150, и он их все публикует. И одна там есть такая Наташа, бабушка сидит, как она поднялась, да надо на свои деньги, а это счет, знаешь, еще счет, это то другое. А за меня выступает женщина, которая не православная, но она очень такая чувствуется прям по-духовному. Валентина Пиви. Валя Пиви. И она ей говорит, Наташа, ты как раз в десятку попала. И Игнатий как раз тот человек, который все отдает, ему Бог и возвращает. А она поняла, что я сейчас ошу, еще сейчас деньги наберу, разбухну и пойду кататься с горки. На бобслей. Друзья, все по десятке 6 тысяч друзей по 10 рублей все скинут, это уже хорошее. 600 тысяч. Ну, один там это нашелся, мне сводят, 66 тысяч. Правда? Друзей по 10 рублей. Если по 100, тогда 600. А там не хватает 27 тысяч. Позавчера один коллега зашел, я из Красноярска, я парализованный, больной, но узнал, что вам нужны деньги. У меня деньги есть. Я тоже тысячи две могу послать. Дайте ваше счет. А там сделан кошелек, там по разным вариантам посылать где-то. Ну, у меня лучше суперкнижка. Господь усмотрит. У нас еще нет места, где притулиться. Долго Бог не открывает нам. Итак, у нас теперь девятая глава. Заканчивай. Помолимся и как раз. Да, и на следующий раз подготовите, почитайте тут начальные стихи. Слежи сейчас с Андреем и скажи вот эту беду. Что там делать с этим надо? А не у него. Каким-то образом надо не пересидеть. или что-то. Откуда бы я знал-то? Пусть сюда везет. А? Пусть сюда тогда везет. Я не говорил везти. Ну, маленько сейчас хоть вставит хотя бы. Посмотрите, откуда у него это? Что там за влажность? Ну, не вода же протекала. Нет, это от влажности. Я у него был. Мы распределили первый, второй, третий тон. Совершенно нормально. И второй, почему они развязаны? И там развязаны, и здесь. Куда завязки-то делят? Он, видимо, один брал, бросал, все соскальчил, и все. Надо сейчас будет в машине лежала. Может, в машине лежала. Он работает на машине. В машине лежала? Ну, он если вечером приготовил, а утром... Это могло быть. Это могло быть. С вечера в машину положил, а тут как раз влага. Я все разобралась по посылкам. Большая была одна посылка. Они что-то в трех экземплярах всех к них послали. Мы в эту посылку много людей. Их, для слова Божия, уже не туз была. Их, для посылки большой. А, в поддеролях тоже было. Я, Слово Божия, не туз, и от истинного православия. Ну, у тебя-то, у тебя вот так. Все не вошли в коробку, а остальные книги разложили. Почему они не получили вопрос? Они получили вот эту посылку только одну, а это и не знали, наверное. Как не знали? Она без уведомления была бы на них. Сейчас он сам там разбирается. Почему именно не было? Она, по-моему, попросил подавить эквитанцию. Да, у меня, я сейчас... Ты разобралась уже с ними? Да, да. Ну, как разобралась? Я посмотрела по своим записям. Да, вес. У меня указан вес, стоимость. Я сейчас обращу, вы сейчас. Давайте молимся, не уходи. Помолимся людей отпустить. Отследить по интернату, по квитанции. Ты в воде заправил, никогда голову не опускать, старайся бодрость нагнать. Это искусственно положение такое вот. Это у Вадима, у Андрея, они всегда на занятиях вот так развлечешатся, и ничего нигде нету. Это хочется ничем. Ты наоборот просишь, чтобы сидеть бодрым, глаза не сомкнуть, голову не опустить. Борис, Борис. Нет, сейчас... И сколько заплачено все? Двух вторых? Нет, это они не заполняли. У тебя что, не займось? Господи, слава Тебе. Царю небесный, утешителю души истины, и живи с детства, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, прииди и вселися вны, и очистины от всяких скверных. Спаси блажь души наша, Святый Боже, Святый и крепкий, Святый и бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый и крепкий, Святый и бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый и крепкий, Святый и бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресной, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый и посети, ссали немощи наше, имени Твоего ради. Святому Духу и ныне и пресно И во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, Да светится имя Твое, Да придет царствие Твое, Да будет воля Твоя, як он и небеси, и на земли. Хлеб наш насущный Дашь нам днись, И остави нам долги наши, Як же и мы оставляем должником нашим, И не веди нас во искушение, Но избави нас от лука в огонь, Ибо Твое и царство силы и слава Во веки. Аминь. Слава Тебе, Господи, за этот день, За великую милость, что дал нам Святую Библию, и мы можем Вникать в нее. Слава Тебе за святых Учителей Церкви, которые Истолковали все это из-за блаженного Фефилакта. Слава Тебе. Господи, установи мир В этой Украине. Дай им покаяние. Никому не дай погибнуть Более. И нас помилуй Милости Твоей ради. Пошли Добрые жители, селения наши, И расширь пределы общины. Найди новое души. Имя Твое Святое да прославится В жизни каждого из нас. Помоги нам с радостью войти в Великий пост. И исправиться, в чем мы виновны Перед Тобой. Найди нам место стоянки, Где мы должны быть. И все необходимое для благовестия Путешествия. Пошли нам. Тебе слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. С миром Божьим. Спасибо. Спасибо. Давай. Давай. Чей диктофон.